Я думаю, что недаром в голосовании членов киносоюза фестиваль Art Dog Fest занял первое место среди российских фестивалей. Я знаю этот фестиваль, однажды я на нем был в жюри, а более часто посещаю его сеансы в качестве зрителя. Я бы отметил ряд свойств этого фестиваля. Во-первых, он с годами стал вровень с такими большими смотрами документального кино, как Роттердам или Уберхаузер. Его вполне можно с ними сравнивать, а порой его программа интереснее, чем у Уберхаузера или Роттердама. Первое и уже главная достоинство фестиваля – это его широкая география. Бывает представление, более не весь мир, самые разные страны, и картины молодых ребят, и картины опытных режиссеров. В том числе и иностранных, которые приезжают в Россию и снимают очень интересные фильмы о российской жизни. Словом, поток информации, который дает этот фестиваль, огромный, свежий, злободневный. Я не знаю, как хозяева этого фестиваля отбирают программу, но вот уже несколько лет я посещаю сеансы этого фестиваля, и он поражает мне разнообразие. Второе, очень важное достоинство его – абсолютно демократическая атмосфера. Там нет казенных мероприятий, круглые столы и симпозиумы, которые проходят в рамках этого фестиваля. Живые, динамичные, там, слушай, рядом состоится откровенный разговор о судьбах кинематографа, о том, куда идет документальное кино. Ну, наконец, третий – это обилие зрителей. Фестиваль пользуется огромным успехом. У зрителей почти все сеансы, залы полные, а аудитория живо реагирует на то, что происходит на экране. И очень важная сторона этого фестиваля – огромное количество молодежи. Молодые люди составляют, безусловно, подавляющее большинство зрителей, наполняющего их залом. Поэтому, мне кажется, очень важным, чтобы этот фестиваль продолжал существовать, расширялся, жил. Он очень много дает нашей Библии. И, знаете, я подумал, что вот эта вот фотография будет любопытна. Какая фотография? А я сделал фотографию, что стоит камера на Библии. Прекрасно! Лев! Все, мы... Один в чашку кофе. Олдин в чашку кофе. Погорляемся! Кикаго!